алё алё проверка связи решила выйти прямой эфир с вами поболтать обязательно его сохранить хотя пока нет я точно не знаю стране его или нет всем кто присоединяется всем привет поговорить с вами ну во первых хочу ответить на самые распространенные вопросы которые вы часто пишите в директ паста арахисовая привет вот сижу чищу орехи орехи ставлю в микроволновку в кожуре и потом они очень легко чистятся очень легко чистятся на арахисовую пасту чищу закидываю блендер и перемалываю блендер у меня мощностью 1300 ватт если у вас будет меньше мощность до 1800 у вас не получится арахисовая паста на вас будет твердая жизненькой не будет арахисовая паста имейте ввиду так что для пасты берите хороший блендер следующие вопросы которые часто опять же появляются в директе работаю я или не работаю а кем вы работаете все тут часто были такие вопросы последние помимо того привет привет всем здравствуйте кем работаю работе в налоговой инспекции помимо этого я составляю меню я провожу марафоны расскажу про этом по меню меня составляют 3-4 дня он же грязно его промыть нужно потом просушить меню составляет 3-4 дня меню составляют исходя из ваших параметров вес рост возраст активность какая у вас лена ты вечером ешь фрукты ягоды да и ем особенно сейчас сейчас вообще охота фруктов очень много блин сезон фруктов витаминизируемости сезон свежих фруктов до сезона местных фруктов поэтому я считаю что нужно кушать фрукты но если вы худеете если у вас есть большой лишний вес то конечно быстрых быстрых углеводов много кушать нельзя а фрукты ягоды так как раз быстрые углеводы да поэтому я просто сейчас не худею и уже очень давно не худею поэтому я кушаю фрукты и вечером тоже и первый планет не кушаем сколько стоит у вас марафоны поэтому вопросы пишите в директ обязательно вам отвечу меню сейчас расскажу сначала про меню потом расскажу про марафон давайте меню составляю 3-4 дня исходя из ваших параметров рассчитываю ваш к бжу с учетом дефицита калорий да если вы хотите похудеть составляю меню из ваших предпочтений то есть если например вы не кушаете там мясо или допустим вы не кушаете там ограничиваете себя в молочных продуктах соответственно составляю меню с этим расчетом да то есть не буду вам там писать мясные стейки хотя их и так нету в меню вот но если вы мне пишите я не кушал овощи рыбы крупную крупу а кушаю только плюшки очень люблю по утрам лягушонку и жить не могу без пирожков с мясом такое я вам не буду составлять в меню ну потому что априори вы с такими не похудеете привет ты завтра что-то интересное нам расскажешь ты такой добряш спасибо девчонки вы ждете завтра же 1 августа вы ждете мой вес да вы все дружно ждете когда я покажу вам сколько я вешу да покажу завтра сколько я вес да я могу и так сказать я вешу 51 килограмм сейчас в принципе это нормально для моего роста с учетом ну я поправилась конечно но ненамного особо это не видно по но имею ввиду по одежде это не чувствуется но чуть-чуть да поправилась есть такое покажу вам завтра свои изменения по весам покажу там чем не прибавилось покажу там какая мышечная масса мышечная масса какая жировая масса там показано в процентах очень клевые весы на вот что я отступила что там от этого про марафоны короче про меня рассказала меню на 30 дней до составляется сколько вам лет мне 29 лет вот меню составлять на 30 дней рецепты вообще разные при разные каждый день новые насти пишите все пропустил ничего особо такого интересного не было в принципе то же самое чем пишу каждый день ну леса короче для стали пена как относишься к системе питания 816 я не знаю что такое что такое 816 8 дней кушаем 16 не кушаем или что я не знаю что это такое расскажите мне интересно очень по марафону марафон проходит три недели в марафоне также каждый получает индивидуальное меню с расчетом к бжу попадает в группу в группе всегда не очень много человек потому что сколько мне не писала девочек которые участвовали в разных марафонах что их там добавляют в группу где 200 с лишним человек они там все мучаются бедные никто это мне нет никакой просто абсолютно обратной связи у меня все по-другому у меня в каждой группе не больше 20 человек я абсолютно с каждой общаюсь девочкой кто соответственно тот кто отчитывается кто общается со мной и я всегда общаюсь смотрю кто что кушает проверяем скидываем в тренировки домашние задания и конечно же очень хочу чтобы все все выполняли и все выполняли и все кто выполняет и соблюдает минимум всех есть результаты девчонка обязательно вот это что касается марафона новый стартует у нас новый стартует у нас 5 в августом совсем скоро у меня тут все упало так это восемь часов едим питание 8 16 8 часов едим а 16 не едим двумесячные тоже тренируетесь да девчонки тренируюсь когда вы хорошо себя чувствуете если я себя плохо чувствую я не буду тренироваться чем нет через боль ничего делать нужно это касается не только месячных но и всего остального если вы плохо себя чувствуете то тренировка с болью в какой-то области вообще никакого результата не принесет принесет возможно только травму еще большую боль поэтому я смысла вообще не вижу а если я себя хорошо чувствую то почему бы и нет не вижу ничего в этом плохого так может то есть 8 часов едим а 16 не едим 8 часов мы как едим каждый час мы едим или как я не знаю если я поем я ближайшие там три часа точно есть не хочу я просто не понимаю как но если для кого-то такое питание 8-16 нормальная и устраивает и при этом есть результат нет никаких проблем здоровья то почему бы и нет вот я на подскажении цитоцелитный массаж нужно каждый день делать да нужно делать каждый день я каждый день его не делаю но если будете каждый день делать от этого хуже вас точно не будет думаю будет только лучше и девчонки обязательно натали привет привет пишет в чем мне тоже и обязательно девчонки делайте фото делайте фото до и делайте фото после потому что вы смотрите на себя и думаете при мне ничего не поменялось я делаю этот массаж уже там две недели всегда через день у меня все равно не прошел целлюлит это вам так кажется на самом деле результат есть он есть всегда если вы делаете какие-то усилия если вы тренируетесь если вы пришли на правильное питание если вы делаете массаж если вы что-то в себе меняете конечно же будет результат но нужно обязательно сравнивать поэтому делайте фото до всегда все чтобы вы не начали обязательно делайте фото потому что мы видим себя каждый день зеркальными но можем не видеть изменения которые происходят нас когда мы поставим так вот и фотографии рядышком сразу увидим что изменения есть и это нас будет еще больше мотивировать и стимулировать для того чтобы двигаться дальше здравствуйте как я сохранить эфир здравствуйте как вступить ваш марафон просто мне напишите в директ привет расскажешь вверх девчонки я уже сказала вы пропустили все 51 программа я сейчас вешу как убрать бока перейти на правильное питание и заняться спортом могли все в этой все проблемы девчонки локально у вас жир не будет уходить снова какого-то места если вы хотите чтобы у вас ушел жир с боков подмышек там я не знаю стопы с живота только да у меня все устраивает но мне не устраивает мой живот как как мне погодить в животе но не бывает такого ну когда мы худеем у нас вес уходят со всего тела и чаще всего это не то место которое мы хотим потому что это место у нас самое проблемное чаще всего если вас все устраивает вас там не уходит с жир там только с подмышек или еще там откуда-то то это место с этого места дольше всего и будет у вас там загоняться уходить ваши ненужные сантиметры ваш вот поэтому когда вы приходите на правильное питание на спорт вас сразу же как бы худеет все тело чаще всего уходит уходит грудь первая потому что в не очень большая жировая масса поэтому уходится она к сожалению а то что нужно никогда не уходит в первую очередь вот такая вот у нас у девочек бедуля как убрать спасибо у меня получился плотный завтрак и обед еще есть перекус и последний прием и последний прием пищи в 4 а потом я пью только воду что-то все так расхваливают эту систему я решила попробовать сегодня второй день ну в принципе так-то нормально потом только воду ну единственное если вы конечно ложитесь спать в 12 часов ночи да а последний прием пищи в 4 мне кажется это сложновато продержаться если вы ложитесь на рану я не знаю мне кажется это от человека зависит единственно такая система питания подходит то почему бы нет я бы так наверно не смогла мне нужно часто кушать и немного то есть у меня например последний прием пищи где-то за два часа до сна я думаю ну за три может быть то есть я 8 где-то поужинала часов 11 я ложу спать добрый вечер пишет минасти спасибо вам за ответ роксана присоединилась очень приятно видеть никак не могу заставить себя заняться спортом с питанием получается все куда лучше на спорт ну и девчонки вот если бы вы захотели на самом деле захотели вас бы загорелось по что-то вы бы начали заниматься спортом на самом деле это очень клево и когда вы втягиваетесь вы уже потом просто не представляете своей жизни думаете клина как же там жила без спорта раньше это клево появляется энергия так вам не ухода вам лень потому что вас вас сейчас больше лени чем энергии когда начинаете заниматься спортом вас появляется больше энергии реально появляется больше блин меняется не только ваше здоровье ваше физическое состояние, меняются вообще взгляды на жизнь, охота двигать сразу, чем-то заниматься, развиваться, улучшать себя, совершенствовать. Поэтому, девчонки, занимайтесь спортом, это очень клево. Это очень-очень клево, и это очень нужно абсолютно всем, потому что мы и так слишком много времени инертные, мы слишком много времени сидим, спим. Есть там, конечно, отдельные личности, у которых какая-то такая движуха, работа, по которой они бегают целый день, но чаще всего у нас какая-нибудь сидячая работа, в которой мало движения, в которой... Ну, короче, это плохо, поэтому надо двигаться. Так, привет, привет, привет. Не могу без спорта. Вообще, вот видите, кто... Девчонки пишут, да, грудь ушла безвозвратно. Ну, что, приходится выбирать. Либо быть стройной, но без груди, либо быть пухленькой, но на ститине. Вот, девчонки, кто... Те, кто влился в спорт, реально уже не могут без него, потому что это клево, и когда вы привыкаете к этому, и когда... И самое главное, когда вы видите результат, что, блин, это реально, это действует, это работает, вы начали заниматься спортом, вы так круто изменились, это вас мотивирует заниматься дальше, 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 и больше, 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 и становится лучше, лучше, лучше. Вот, поэтому нужно-нужно... Нужно-нужно заниматься. А вот у кого-то титики на месте, видите, не все так... Не все у всех так плохо, как у нас беститичное. Так, что еще хотела рассказать? Еще хотела рассказать, вы мне все спрашиваете, когда я выложу там рецепт одного торта, второго, пятого, десятого торта. Девчонки, я прохожу сейчас курсы по приготовлению КП тортов, и поэтому, в принципе, я не выкладываю по этому рецепту, потому что это не мои рецепты, и я сама пробую готовить эти торты, 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 я не помню, куда ставили ударение, эти диетические десерты, вот, и пробую, и некоторые рецепты мне, например, не нравятся, я, например, что-то, возможно, у них поменяла бы, поэтому пока у меня не будет идеальный рецепт свой, я с вами делиться им не буду, вот, но на курсе очень много для себя всего подчерпываю сейчас, очень много полезной информации, и обязательно буду делиться с вами этой информацией, потому что, потому что я делюсь с вами со всем-всем-всем, вот, всем, стараюсь всем интересным, всем хорошим с вами делиться всегда, так, я целыми днями на ногах, гуляю от стола, на духовке, обратно на спорт, все равно никто не отменял, что спасибо тебе, написала Мироксан, это очень приятно, Лена, у кого обучение проходится, нравится ли программа, девчонки, не буду делать пока рекламу, пока обучение не закончилось, то есть вообще очень много интересных рецептов, но мне не очень нравится подача, мне не очень многие моменты не нравятся, не очень профессионально где-то, даже с моего такого не особо профессионального взгляда, многие моменты очень непрофессиональные, но рецепты в принципе хорошие, да, то есть, хорошие, но все, я бы что-то поменяла бы, вот, поэтому, в общем, как будут, будет все идеально, я с вами поделюсь, потому что мне нравится, когда у вас получаются мои рецепты, когда вы делитесь со мной своими впечатлениями, своими вкусняшками, вы вдохновляете меня, мы умениваемся с вами энергией, и вы меня вдохновляете еще больше, я еще что-то придумываю, еще чем-то с вами делюсь, в общем, вот так вот, обратная связь такая, у меня наоборот, тити не уходит, так хочется, маленькие тити, блин, девочки такие девочки, у всех проблемы, у кого маленькие тити, тем нужно нарастить, у кого большие тити, тем их убрать, вообще маленькая грудь очень удобно, девчонки, вообще никаких нет проблем, она не трясется, никуда не колышется, она не потеет, вы можете спокойно лезть какую-то маечку, я не знаю, пойти без гайтера, я не знаю, какие еще, одежда очень много, практически вся одежда вам подходит, это бывают такие кофты, когда там на тишках не застегиваются, короче, плюсов в маленькой груди, мне кажется, много больше, и вообще не всем еще нам нравится большая грудь, вот я когда-то вам уже спрашиваю, тогда что я меня полюбила, он говорит, так, я говорю, цитите, я говорю, что ты меня обманываешь, он такой, нет, правда, вот так там, так, расскажите про курсы, девчонки, ну что рассказать, курсы проходят в месяц, один месяц они идут, 4 недели, и за 4 недели нужно, сколько там дают, 12 рецептов тортов, а 12 рецептов рассказывают там все, показывают, как готовить, по окончанию курсов мы получаем сертификаты, если мы приготовили определенное количество этих рецептов, и, ну, как бы отчитались перед куратором, вот, как-то так, ну, расскажу, девчонки, расскажу, как пройду, ладно, давайте, давайте так, если останусь довольна, если все понравится, то вам расскажу поподробнее, так, а если честно, между нами девочками, то после похудения у меня снизилась хибида, бывает, наверное, и такое, потому что, девчонки, когда мы худеем, а некоторые, когда худеют очень сильно, у нас меняется помимо вес, еще и гормональная система, да, то есть, гормональный фон, скажем так, потому что напрямую наш вес, наше состояние, наша жизнь, все происходящее связано с нашими гормонами и с нашим состоянием, да, при нервничании мы, еще что-то, похудели сильно, потолстели сильно, там, я не знаю, даже если мы какие-то радостные слишком эмоции пережили, это все какой-то стресс для нашего организма, либо хороший, либо плохой, и все это у меня очень влияет на нашу гормональную систему, и отсюда вытекают уже все остальные последствия, да, сильные, там, эти критические дни начинаются, либо у нас там перестают эти 7-месячные, либо у нас падает хибида, либо у нас наоборот какой-то там гормональный суперсплеск, и нам там охота не знаю чего, да, то есть это все-все очень влияет, поэтому нужно быть с этим очень аккуратно, конечно, не доводить себя до таких состояний, когда у нас, ну, мы видим, что у нас там конкретно меняется что-то, да, происходит в организме, особенно в женской сфере, поэтому девчонки аккуратнее с похудениями, с потолстениями, с набором мышечной массы, со всем-совсем остальным, потому что мы, девочки, должны в первую очередь думать о своем, женском здоровье, девчонки, пишите директ-планы по этому вопросу, смотря какое заболевание, и смотря какие противопоказания, то есть вот это, так, ой, смотрю, заряжаюсь позитивно, выходи к нам почаще, эфирмой, это пишет мне моя любимая Роксана, привет, на маленькую грудь падают очень красивые безгальтеры, продают очень красивые безгальтеры, больше тройки в основном бабушкин вариант, согласна, да, сейчас, знаете, есть такие эти, как они, бра, бра, такие, они вот только, мне кажется, на маленькую грудь очень хорошо, классно смотрится, ну, мне так кажется, наверное, потому что у меня маленькая грудь, поэтому я буду сейчас этому, можно ли есть мед? Конечно, можно, можно есть все, но в меру, да, все хорошее и в меру, я не считаю, что мед это плохой продукт, мед это полезный продукт, но если вы будете есть по 100 грамм в день, я думаю, это не принесет вам пользу, потому что калорий мне много, это быстрый углевод и можно есть, в пределах нормы своей, да, хорошо, привет, арахисовая паста, да, смотрите, это катюшка огромная, но мне нужно почистить, может быть, я сегодня только почищу чуть-чуть, завтра, может быть, сделаю, не знаю, ты классная, спасибо, девчонки, спасибо вам еще огромное собрать на связь, что пишите мне, что отвечаете на мои истории, и что наблюдаете на мои, может быть, я там когда-то пропадаю на время, но на самом деле, потому что этого времени всегда не хватает, там походят очень много всего сделать, и погулять, и с мужем побыть, и поготовить, и что, только неохота, короче, стараюсь все успевать, привет, пишет мне Дина, привет, здравствуйте, какая тема, да не знаю, вообще все подряд, давно не выходила в прямой эфир, просто болтаю, вы пишете какие-то вопросы, отвечаю, про марафоны, про меню рассказывала, про арахисовую пасту, немножко рассказывала, почему, как влияет похудение, потолсение на женский организм, рассказывала, про чай еще, какой блендер для арахисовой пасты, короче, у нас тут все подряд, почему тити худеют, почему, почему нам всегда охота, чтобы одно ушло, другое пришло, в общем, как-то так, Леночка, ты класс, я хочу тебя угостить свежайшим башкирским медом, как мне это сделать? Вы меня прямо засмущали, девчонки, мне многие девчонки пишут, что хотят там что-то мне отправить, что-то прислать, и мне так неудобно всегда становится, как бы, я не знаю, девчонки, в Норильск, все очень долго едут к нам, поэтому, ладно, не заморачивайтесь, увидимся, как-нибудь угостите, вот, так, а что лучше кушать вечером? Ну что, конечно же, белок в овощи, что я вам могу еще посоветовать? Если вы смотрите мои сторисы, то, наверное, видите, что я в основном, я любитель еще кушать, да, я любитель омлетов, омлетов с творогом, просто творог, люблю покушать ягодами, люблю покушать рыбу, но что-то давно не готовила рыбу, ну, вот сегодня был хотя салат с тунцом, ну, какой-нибудь салат с кальмарами, можно покушать, можно что-то с морепродуктами приготовить, белок, овощи, короче, пофу жарим, могу поесть, но это на любителях, таких любителей почему-то мало, привет, елка мне машет, Елена, привет, привет, пишут мне девчонки, еще девчонки, чем мы была, а, про алкоголь, мне сегодня спрашивали, пью, не пью, нет, я не пью, уже давно не пью, и, ну, просто я уже столько от этого отвыкла, что, мне кажется, это, ну, такое обычное дело, как бы не пить алкоголь, и я не вижу никакого такого смысла, не знаю, прикола, пить там, сидеть в компании, там, я не знаю, можно сидеть в компании, где другие пьют, и спокойно не пить при этом, и спокойно при этом поддерживать беседу, и спокойно при этом быть в хорошем настроении, и спокойно при этом танцевать, веселиться и все остальное делать, я не понимаю, для чего пить вот так готовлю бы твоим рецептом большое спасибо, очень классные на здоровье, девчонки, я очень рада, что у вас все получается, просто многие не пробовали тофу да, просто многие вы просто не знаете, как это готовить вы просто не умеете это готовить я тоже не поняла первый раз тофу, когда попробовала, но потом что-то как-то всянулось привет пропал интернет, ответ на вопрос про подбор питания для людей с хроническими заболеваниями девчонки, пишите в директ, да, я не знаю, какое у вас заболевание, может быть вам просто запрещен какой-то продукт может, в общем, пишите в директ а если не добрала углеводов, можно хлебец получена? Можно не можно, а нужно девчонки, если вы рассчитываете свой кубежон если вы знаете свою норму в принципе вы можете скушать углеводы вечером если вы скушаете один хлебец тем более в пределах своей нормы с вами точно ничего не случится вы не потолстеете от него и никуда он к вам в жир не уйдет поэтому конечно можно карина привет пишет Лен, ты считаешь калорий? нет, не считаю уже давным-давно не считаю я в принципе знаю сколько я едаю у меня в день уходит не меньше полторы тысячи калорий это вот точно ну я так думаю потому что в принципе я знаю свой объем я знаю что я больше вот этой порции например уже не съем что просто ну просто больше там сто десяти граммов гречки я не съем за один прием просто потому что я уже буду сытаться поэтому я уже давным-давно у меня был один период когда я считала калории я забивала у меня был бизик такой я забивала всех программах от секрет я съедала знаете вот кусочек лимона я его взвешивала и забивала это бред был очень просто ну вот реально бред не надо такими быть не надо так загоняться потому что потому что абсолютно каждый день вы тратите разное количество калорий где-то вы больше прошли где-то вы больше пробежали где-то вы больше перенервничали где-то вы наоборот больше поспали и от того что там скушаете в один хлебец или два хлебца я думаю от этого вообще ничего не изменится единственное конечно если вы хотите похудеть вам нужно убрать из своего рациона весь пищевой мусор да почти даже если вы просто уберете весь пищевой мусор из своего рациона вы уже начнете худеть даже если вы не будете считать калорий и если вы замените очень многие такие привычные для вас блюда блюдами более полезными вы уже начнете худеть потому что вы будете съедать тот же объем еды но он будет меньше по калориям вот и все то есть даже не считая калорий вы уже автоматически начнете уменьшать свой рацион и то есть если вы раньше там ели жареную свинину с картошкой и изменили ее на тушеную курицу в таком же объеме например там с гречкой с вареной это совершенно два разных блюда в одном из которых больше белков в другом в котором быстрые углеводы и очень не очень полезные жиры которые очень тяжелые для нашего организма правда ли что молочко влияет на качество кожи ну я считаю что правда потому что у меня был самый такой эксперимент когда я отказывалась от молочки я не ела молочку две недели всего больше не ела молочку и я уже увидела разницу без молочки и с молочкой без молочки кожа стала чище вообще мне кажется я похудела без молочки хотя на тот момент я так была вообще без щанкой блин, щанки если у вас есть сомнения блин, ваша кожа портится от молочки или там какие-то отеки бывает очень многих людей бывает неприносимость лактозы да, либо какая-то не очень хорошая реакция на лактозу но попробуйте выбрать из своего рациона и посмотрите будут изменения или нет опять же делайте фото до и после если вы видите разницу то вы поймете что блин, именно этот продукт мешает вам там похудение или там от него портится ваша кожа поэтому ну не бойтесь экспериментировать тем более если у вас уже и там закрались сомнения да, насчет этого какого-то продукта определенного то есть ну не обязательно это молочко да, там например у нас у меня есть знакомые у которых там которые сыр не могут есть на ну это сыр молочко не да, не только сыр например не могут есть а все остальное из молочного могут вот либо там ну в общем на разницу да поддерживаю про алкоголь вот у нас тут резвенький о привет пишет мне Наташа малышка которая ой которая участвует в моих марафонах которая мотивирует там всех к своей стройности есть ли способ соблюдать суточную калорийность без постоянного взвешивания продуктов конечно есть знаете что нужно для этого сделать для этого нужно примерно недели две взвешивать продукты все и просто запоминать сколько поскольку вам нужно гречки сколько вам нужно нить продукт не замораживаться это гречка это курица просто разделить продукты на белки сложные углеводы Это творог, это кура, это рыба, жиры, это орехи, это авокадо, это масло, да, и все, и запоминайте, то есть вы уже, блин, если вы неделю будете взвешивать продукты, если вы будете уже видеть, что вам нужно там 250 мл супа, и вы будете знать, что 250 мл супа выглядит вот так вот, то вы просто будете уже знать свою норму, вот и все, мне кажется, это просто, так же и с фруктами, и со всем, и просто вы уже, ну, со временем, просто ваш организм уже привыкнет к такому объему еды, который нужен вам, для того, чтобы уходил вес, для того, чтобы вес снижался, для того, чтобы был дефицит калорий, у меня в горле запершил, спасибо вам, так, спасибо, привет, Привет, Екатерина, а вы в готовом виде гречку считаете, или в сухом? В сухом виде, ну, в сухом виде 30 грамм гречки, это 100 грамм в готовом виде Привет, моя Леночка, пишет мне моя Леночка из отпуска, Леночка, мне так не хватает тебя, завтра еще и Натали не будет, я вообще не знаю, бросили меня на производство с бытом, я так с вами не поступала Вот, скучно мне будет без вас, девчонки, мои в отпуск ушли, в работе, мои любимые девчонки А что такое пищевой мусор? Пищевой мусор, это чипсы, снеки всякие, конфеты, низкопробные, да, низкопробный шоколад, это трансжиры, всякие продукты такие, переработки Это всякие полуфабрикаты, в которых очень много консервантов, в которых много красителей, в которых, в которых продукт вы берете и смотрите, что у него срок годности там, не знаю сколько, да, больше полугода Это не может быть, в этом продукте не может быть там такой хороший состав Вот и все, вот он весь пищевой мусор Это всякие шоколадки, батончики, майонезы, кетчупы, такие, даже не знаю, всякие, даже не знаю У нас такого, в общем, дома нету Нет, почему у меня Сашка ест, вы можете есть чипсы, я уже давно такое не ем Чипсы, сухарики, да, продукты, которые вызывают у нас усилители вкуса вот эти вот, да Когда мы кушаем продукты, и там что-то такое добавленное, нам охота его съесть там больше-больше Или там такой запах, да, ну, добавляют что-то туда, конечно же Это всякие хот-доги, ну, на мой взгляд, да Это всякие такие продукты, знаете, есть такой продают хлеб, американские, булочки всякие У которых срок годности больше года в упаковках Они стоят там, ну, дорогие достаточно эти булочки, они такие мягкие-мягкие, как воздушные Ну, что можно добавить в хлеб, просто чтобы он хранился больше года Я не представляю Я не представляю, как может хлеб храниться больше года Блин, ну, просто не может И то, что туда добавляют, мы это кушаем, представляете А можно кушать ефир при похудении, да, можно Если вы впишите его в свое КБЖУ дневное Леночка, вы в спортзал ходите или домашняя тренировка? Я очень долго ходила в спортзал Занималась с весом Выходила на соревнования по жиму, даже лежа Выступала в самой маленькой весовой категории, 46 кг Ну, с приседалом Самый большой вес у меня был с приседом, это 60 кг, по-моему Да, тягу делала Тягу, самый большой вес у меня был 70 кг То есть, ну, достаточно долго ходила в спортзал Со железками Потом я перешла чисто на домашние тренировки Потому что из-за того, что я ела немного, у меня не росли мышцы Я поняла, что с таким тяжелым весом тренировок нужно кушать много, чтобы росли мышцы Я не могу столько много кушать И просто, как бы, да, у меня все устраивало У меня был рельеф, у меня были мышцы Но они у меня были маленькие, не хотелось больше Я поняла, что особо такого смысла нету Что, в принципе, свою текущую форму, свой текущий вес я могу поддерживать дома Домашними тренировками С легким весом, да, там, с минимальной нагрузкой И, в принципе, пришла на домашние тренировки И уже больше года занимаюсь чисто на домашние тренировки На улице, зарядки То есть, вот так вот Вы красивая и очень интересная Спасибо Спасибо Вы убирали именно молоко или сыр и творог? Я убирала вообще всю молочку И кисломолочку И я даже никуда не добавляла То есть, блин, мне было тяжело Потому что я не знала, что приготовить вообще И у меня был еще... И в этот период же я убрала еще вообще из рациона сахар, по-моему Вообще ничего такого не ела То есть у меня прямо такое ограничение Я себе сделала, вот решила на две недели И было сложно Потому что я люблю сыр, я люблю творог Я не представляю свою жизнь без выпечки В которой очень часто встречается кисломолочка И, конечно, было мне тяжело То есть я никуда не добавляла вообще молоко Привет Пишет мне Татьяна Нижегородцева Очень давно на меня подписано Часто мне пишут Очень приятно, что ты меня смотришь Леночка, спасибо за ответ про молочку Всегда на здоровье Леночка, а как ваши игрушки, которые вы шьете? Как? Как? Блин, уже давно девчонке ничего не шило В последний раз я шила куколку, которую подарила тетя Гули И перед этим шила зайчика Которая подарила замечательной Зарюше из Перемьев И давно уже ничего не шила Потому что, ну, думаю, сейчас, знаете, зима начнется Дома буду проводить больше времени Потому что будет на улице холодно Особо не прогуляешься, быстро-быстро до дома И начну шесть, потому что у меня полно тканей лежит И я люблю вообще это делать Но времени всегда мало Леночка Все правильно говоришь Спасибо, что поддерживаете Спасибо за ответ про мусор Это точно мусор Очень редко находится Весь этот хлам Да Бывает такое Так, Леночка, здравствуйте Что-то вы сегодня такая уставшая Да, я сегодня устала Вообще прям Вообще какая-то намучена Нет, сейчас к вечеру еще вроде бы менее такая Что-то днем, не знаю У нас душно очень Кислорода вообще не хватает У нас в городе, ну, очень сухо У нас нету здесь зелени И когда жарко, да, когда светит солнце Солнце у нас сейчас светит круглые сутки Потому что у нас полярный день Ну, как будто это прогревается Воздух прогревается Ну, и то, что везде в городе асфальт И дома Рек Здесь морей нету Очень сухой климат И я не люблю такой климат Я люблю, когда прохладно Я это поняла Только в этом году почему-то Потому что Лето, которое я застала в отпуске Мне прямо было там Прямо тяжко Короче, я поняла, что я не люблю жару Не даром я живу на севере И сегодня у нас тоже душно очень Мне нечем дышать просто Не представляю мой район Мой район Мой рацион, наверное, да? Без сыра и творога Вот аналогично я сейчас тоже не представляю Ах, вот оно Что, получается, я ем мало И поэтому не растет мышечная масса Ну, конечно, девчонки Яна у меня машет Приветик, приветик, Яночка Конечно, девчонки Для того, чтобы мышцы росли Уже нужно из чего-то расти Если вы У вас Если У них не будет строительного материала Из чего они у вас будут расти? Не из чего Поэтому, конечно Если вы хотите нарастить мышечную массу Вам нужно Кушать Если вы занимаетесь весом Вам нужно кушать Это все И вы, естественно, поправитесь Потолстеть у вас увеличится масса За счет мышц За счет Жарка Спасибо за ответ Пишет Нелин Когда мне куколку сошьешь уже У нас 2 часа в Москве А у нас Как это у вас А у нас А, 14 в Москве градусов А не 14 часов Да, я видела, кстати, погодку Что-то прохладненько у вас там Приезжайте на север Приезжайте на риск А у нас на юге Украины Капец Днем на солнце почти Плюс 50 Это вообще ужас У меня Приезжайте в Толнах У нас есть зеленушка И тундра Да, конечно, я была в Толнах Я знаю, что у вас там Хорошо есть деревья И там лучше, чем на Липске Привет Пишет мне еще Какая-то моя подписчица Привет Девчонки, некоторые нити Я боюсь прочитать неправильно Поэтому я их не читаю Плохо Не буду даже, правда, читать Так В общем-то Время уже 20.41 О, Дима Опа-на-па Со сети Диман Привет Дима мне написал, что мне нужно поесть манку То, что я давно ела манку Наверное, он вспомнил, как в отпуске Он кушал манку Которую я готовила для всей нашей компании Елена пишет Красотка моя И Ленок Чуть-чуть манку не готовит Заставь Ленка Приготовить тебе манку Вот В общем, я уже собираюсь в душ Я сегодня не сделаю рейхисовую пасту Я очень мало Пожистила рейхиса Вот Так что Буду завтра доделывать Хотя такой классный релакс Вот Леночка Сергеевна Сергеевна Тебе хорошего отдыха Всем пока, девчонки Я прямой сейчас сохраню Я завтра свой покажу с утра Леночка, подскажите, пожалуйста, начинающему спортсмену Сколько нужно Надо Сколько нужно начинающему спортсмену Сколько нужно подходов Делать в тренировке И каждое упражнение Поскольку раз Вот, к примеру Зарядку Все делаете по 30 раз И пресс Девчонки, зарядка Это Вот зарядка Это просто зарядка Это не тренировка Это разминка Для С утра Для вашего тела Для вашего организма Если вы С утра Не очень хорошо себя чувствуетесь Если вы чувствуете Что вам Тяжело Дается Эта зарядка Если вы После нее Как-то себя плохо чувствуете Что-то вам вообще В принципе С утра лучше не делать Вот Почему по 30 раз Делаю я Потому что у меня Зарядка стандартно Занимает 15-20 минут И исходя из этого времени Я выбрала для себя Наиболее подходящее Для меня упражнение Которые Мне нравятся Которые мне нужны Которые Нужны для тех Зон Которые Я считаю Что у меня проблемные И поэтому я делаю Именно эти упражнения Почему по 30 раз Да не знаю Почему Потому что Привыкла делать По 30 раз На разминке Все упражнения Еще когда Со времен Когда ходила На тренировку Поэтому Ну как-то Вот по 30 раз Вот По всем остальным Упражнениям Тут зависит От физической Подготовки Личный От того Какой Изначальный Вес свой От того Изначально Какая физическая Форма Своя Поэтому Знаете Очень тяжело Сказать И если Если вы Хотите Начать Ходить В зал То я считаю Что лучше Пойти Взять Несколько Хотя бы Несколько Основных Основ Уроков С тренером С профессиональным Тренером Который Вас направит В нужную Ружу Который На вас Посмотрит И который Скажет То что Нужно Именно вам Потому что Когда я Хотела Например Спортзала Тоже У меня Тоже Была Тренерша Длина Давно Не делали Перец Фаршированный Знаете Почему Я не делаю Перец Фаршированный Потому что Муж Не ест Перец Фаршированный И Голубцин Тоже Не ест Поэтому Я их Не готовлю Чего Я Вот Приготовлю Для себя Два Перчика Мне Просто Заморачиваться С ними Столько По времени Не уход Вообще Я люблю Перец Фаршированный Как Неба Отстеть От такого Вкусного Тяжело Сложно Но Можно Сашки Привет Сашка На работе Спасибо Леночка Скоро Буду В строю Ты Конечно Скоро В сентябре Скоро Она будет Чем Занимаешься Вот С вами Наверное Мне кажется Уже Целый час В прямом эфире Спать Час Пойду Все Давайте Пока Всех Целуем Прямой эфир Сохраню Прямasion Прямая эфир Продолжение следует...